Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Сегодня мы вместе с Машей Васильевой и Софией Заяц отправимся в путешествие и увидим настоящее чудо света. Этот памятник природы раскинулся на сотни километров. Интересно? Тогда давайте скорее начинать. Соня, смотри, какие красивые фотографии. Похоже на город из пещер. Да, очень необыкновенные пещеры. Я таких никогда не видела. Привет, девчонки! Привет, Лена! О чём разговариваете? О пещерах, которые похожи на город. Ну-ка, ну-ка, покажите. Так это же каньон! Знаете, что такое каньон? Нет. Давайте разбираться, ребята, и вы внимательно слушайте. Каньон – это такая глубокая речная долина. Я вам сейчас покажу самый необыкновенный и известный каньон в мире. Его называют Большой каньон или же Гранд Каньон. Он находится в американском штате Аризона на территории национального парка Гранд Каньон. Интересно, правда? Да. Давайте посмотрим. Он, наверное, очень большой. Сейчас я вам покажу, как он выглядит на карте. Да, действительно. Посмотрите, как много места он занимает. Как будто угол. Да. Это карта. Посмотрите, какой он огромный. Да? Длина его составляет примерно 446 километров. Представляете? Это как до Минска. Да. Да, это очень-очень много. А ширина от 6 до 29 километров. А глубина знаете сколько? Нет. А глубина до 1600 метров. Это очень-очень глубоко. Как же появляются эти каньоны? Разберемся в этом? Да. Что вы здесь видите? Я вижу тут реку. Правильно. В данном каньоне это река Каларана. Именно она многие-многие года пробивала себе путь через горы и скалы. И даже сегодня она продолжает пробивать. Представляете? То есть через несколько десятков тысяч лет этот каньон еще увеличится. Представляете? Ух ты! Вот это быстрая и сильная река. Да, Сонечка, так и есть. А еще этот каньон интересен тем, что он сохранил в себе историю появления самой нашей Земли. Представляете? И даже динозавров. Да. Еще когда-то по ним ходили динозавры. Представляете? А еще, девчонки, там когда-то было море. Знаете, как ученые это выяснили? Я кажется догадываюсь. Ну-ка расскажи, Машка. Там были найдены водоросли. Да, правильно. Ракушки. И рыбки. И рыбки. Рыбки там тоже есть. Да, действительно, девчонки. Так вот интересно устроен наш мир. Правда? Да. Девчонки, давайте мы с вами немножечко помечтаем, пофантазируем, закроем глаза и представим, кого мы можем там увидеть. Ну-ка закрывайте глаза. И вы, ребята, закрывайте. Кого мы можем там встретить? Опасных рыб. Крокодила. Крокодилов тоже можем встретить, да. Еще кого можем встретить? Там очень-очень много животных. Ученые насчитывают уже 100 видов животных. Это птицы, рыбы. Кстати, погода и животный мир зависят от глубины. То есть на самом-самом низу очень жарко. Там растут кактусы и всякие пустынные растения. Чуть выше можно встретить растения. А еще выше хвойные. Посмотри, какие глубокие каньоны, да. Вот здесь очень жарко. Чуть выше можно встретить уже деревья. И прохладнее. Да, чуть-чуть прохладнее. А еще выше можно встретить, допустим, ель или сосны. Интересно, правда? Там, значит, уже нормальная погода. Да, уже не так жарко. Интересно, правда, девчонки? Да. Ангелина, а люди там жили в этих каньонах? А вы как думаете? Да. Я думаю, раньше там жили индейцы. Молодец, Машенька. Так и есть. Раньше там жили только индейцы. Потом со временем туда присоединились еще европейцы. И на данный момент эти земли принадлежат индейским племенам. То есть там живут люди, и это как будто маленькие деревушки. А у индейцев здесь еще на щеках они брали краску из природы. Да. И у них еще здесь были перенки. А где можно краску найти? В природе они брали из ромашек, например. Да, а если мы возьмем обуголь, вымажем себе ручку. Да. Да, и потом вот так. Да, и сделано так, будем настоящими индейцами. Да, интересно. Хорошо, девчонки, идем дальше. Будем знакомиться с другим новым каньоном, да? Он называется Брайс-каньон. Находится он тоже в США. Давайте посмотрим, да? На что похоже? На гигантские башенки, да? Да. Можно подумать, что там живут маленькие человечки сказочные. Да. А это маленькие замки. Угу. Вот такой вот каньон создавался под действием воды и льда. Какие большие и удивительные эти каньоны. Да, так и есть. Девчонки, сейчас я вам расскажу про еще один безумно красивый вердонский каньон. Он находится во Франции и считается самым красивым местом в Европе. Более двухсот миллионов лет назад это место было морем, представляете? Там плавают еще. Да, смотрите, это река Вердон. И свое начало она берет высоко-высоко в горах Альфа. Красивый цвет, да? Именно благодаря этому бирюзовато-зеленому цвету она и получила себе такое название Вердон. И эти все каньоны объединяет одно. Давным-давно они были созданы природой. Вот такие вот интересные чудеса света бывают у нас на Земле, да? Да. Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успеет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!